Время, события, люди, города, дороги, сети, мнения, рынки, информация, портал финверсия, финансовая версия происходящего. Я как раз отношусь к числу тех работодателей, для которых профстандарт изначально, как только идеология перехода от квалификационных справочников к профессиональным стандартам была разработана и преподнесена в Российской Федерации, заинтересовалась этой темой, потому что вижу в ней конкретную полезность именно для работодателя. И моя организация была как раз тем работодателем, который в инициативном порядке для своих работников разработал сам профессиональные стандарты и передал их на утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Поэтому, конечно, будучи представителем такого работодателя, я очень хорошо понимаю полезность профессиональных стандартов и их сопряженность с деятельностью работодателей. На сегодняшний день есть принципиальная разница между еще не отмененными квалификационными справочниками и профессиональными стандартами. Квалификационный справочник – это добровольный ориентир для работодателя. Каким может быть образование у того и той или иной категории работников? Какие навыки могут быть у тех или иных работников? Какие трудовые действия, трудовые функции они могут выполнять? Общими словами, профессиональный стандарт – это конкретный практический инструмент, который дает подсказку работодателю, как правильно по уровням распределить трудовые действия и трудовые функции. Что можно требовать от работника с образованием бакалавр, а что можно требовать от работника только с образованием магистр-специалист. То есть та проблема, которая на сегодняшний день является глобальной экономической проблемой. Почему при большом количестве денег, вложенных в экономику России, особенно в государственный сектор за последние три года, страна так и не дала прорыв в области роста производительности труда? Одна из базовых причин – это несоответствие уровня квалификации работников, характеру и уровня квалификации работ, которые они выполняют. Вот задача профессионального стандарта – сложить наконец-то вот эти два фактора, то есть вернуться к той идеологии, которая изначально лежит в основе успешности экономики, когда производительность труда растет опережающим темпом, и этот опережающий темп производительности труда определяется конкретным квалификационным развитием конкретных работников на конкретных должностях. И создавая в структуре Совета по развитию профессиональной квалификации финансового рынка центр именно развития кандрового потенциала, мы ориентировались на то, что основная задача центра – это из имеющихся практик или из имеющегося экспертного опыта сформировать те лучшие методы, методики, технологии, которые позволят работодателю реализовать вот эти профессиональные квалификации, то понятие, которое появилось в трудовом законодательстве – в конкретный производственный результат, в конкретный экономический рост у конкретного работодателя. Здесь несколько сторон в развитии, во внедрении профстандартов есть несколько сторон участников, заинтересованных лиц, но кто является выгодопрообретателем, вопрос достаточно такой динамичный и зависит, видимо, от времени, потому что, с одной стороны, у нас есть государственные органы, которые регулируют эти отношения, у нас есть система образования, и, в общем-то, все внедрение профессиональных стандартов, оно пошло, пока идет от системы учебных заведений, то есть отсюда началось движение. У нас есть соискатель, который входит по рынку труда, и у нас есть работодатель. Работодатель должен увидеть в этом преимущество, должен сориентироваться и, собственно говоря, высказаться в пользу в тех иных условиях, моментах, когда оценка квалификации, либо стандарты будут для него создавать определенные преимущества. И вот основная сложность, которая, как мне кажется, возникает на этом пути, стандарты должны стать элементом, либо оценка квалификации, наверное, должны стать элементом регулирования трудовых отношений между работодателем и сотрудником. И чем больше они будут включены в этот аспект, либо со стороны льгот, либо со стороны специальных условий труда, либо защиты, тем успешнее все-таки это внедрение будет состояться, как мне кажется. Не все работодатели сегодня понимают, что внедренные профессиональные стандарты уже сейчас несут для них абсолютную утилитарную полезность, потому что Трудовой кодекс Российской Федерации разрешает отказывать в приеме на работу и в переводе на другую должность или на другую работу только по одному основанию – несоответствие квалификации. И значительное количество судов по данному основанию работодатель проигрывает, потому что не может доказать, почему не соответствует квалификации. Профессиональный стандарт описывает квалификацию досконально. Более того, он дает работодателю инструментарий, как проверить, есть квалификация или нет, потому что к каждому уровню квалификации описаны конкретные трудовые действия, которые должен уметь выполнять работник. Уже сейчас утилитарная полезность есть. Одновременно есть абсолютная выгода у работника. Работник, нанимаясь на ту или иную должность, на ту или иную работу в соответствии с профессиональным стандартом, точно знает ожидания рынка от него. Даже тот же студент сегодня знает, какие вопросы задавать преподавателю в ВУЗе, потому что он понимает, что когда он выйдет на рынок труда и придет к работодателю, он должен соответствовать вот этим ожиданиям. И если ВУЗ не дает ему соответствия этим ожиданиям, у него есть право спросить, уважаемые господа, чему вы меня учите. Я так понимаю, что те рекрутинговые агентства, HR-агентства, которые не сумеют вписаться в этот рынок в ближайшей перспективе, просто прекратят свое существование, потому что те люди, которых они будут подбирать, не будут соответствовать тем ожиданиям, которые есть у работодателя. Профстандарт, он и предполагает при оценке, он так и называется, независимая оценка квалификации, предполагает специальные средства, которые создаются, которые позволяют весь поток сегментировать на различного рода способность выполнять, решать задачи. То есть это теоретически заложено. И, к сожалению, работодатель на сегодняшний день, он больше готов говорить на языке компетенции, деловых качеств, софт-скиллов и прочее, и в меньшей степени использовать профессиональное образование и тот практический опыт, который, в общем-то, наработан. Если компания очень сильно зависит от рынка, от маркетологов, от того, насколько она сможет продвигать активно продукты, услуги, то квалификации здесь не всегда достаточно. Это не совсем полное понятие, потому что квалификация в узком смысле слова – это то, что я могу, ту конкретную задачу, которую я могу выполнить в заданный лимит времени с определенным качеством. Это и есть суть квалификации. В таких компаниях, которые в большей степени зависят от рыночных отношений, сотрудники в большей степени носят в себе, в своей сути, универсальный характер. Они должны быть мобильны и переключаться, переходить в смежные области, отрасли знаний, применять и работать на стыке профессии. И здесь как раз применение квалификации в чистом виде становится чуть затруднительней. Задача создания нашего центра – помочь преодолеть как раз эти противоречия, которые находятся в этом понятийном пространстве, которое стало привычно употреблять работодателю. Есть одна из самых таких понятных работодателю компетенции, которая, по крайней мере, во всех учебниках описана, во всех HR-журналах описана – это коммуникация. И вот в этом месте очень просто отделить, где квалификация, а где компетенция. Когда мы говорим о коммуникации, мы говорим, да, развитая – это компетенция. Развитая компетенция, коммуникация – это вы вошли в аудиторию, там, в помещение, вы первый раз увидели людей, вам задали тему для разговора, вы разговариваете. Вас не беспокоит в этом месте собеседник, вас не беспокоит тема – вы владеете материалом, вы умеете общаться с любым человеком, вы умеете правильно, логически строить аргументацию, вы точно знаете, к какому результату вы должны прийти, и вы к нему придете в этом разговоре. Это компетенция, коммуникация. Но при этом есть квалификация ведения переговоров. Вы знаете технологии ведения переговоров, вы знаете инструментарии ведения переговоров, вы можете применить ту или иную технику или тактику, если переговоры пошли не так, как вам это нужно. Вы можете объяснить, почему вы это сделали, вы можете объяснить свой выбор. У вас есть четкое целеполагание в деятельности, и это ваша квалификация, которая построена на четком знании психологии людей, на четком знании риторики, на владении большим объемом лексической аргументации, правильной речи, правильной постановки предложения, и это уже квалификация. Рынок настолько не насыщен квалифицированными людьми, что мы берем с рынка того, кого берем, а потом начинаем развивать у него квалификации. Кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, очень интересно, что его поднял специалист именно IT-отрасли, потому что одним из драйверов развития системы профессиональных стандартов была IT-отрасль. В среде первых профессиональных стандартов были профессиональные стандарты, и самая первая рамка квалификации была сделана именно в IT-отрасли. На сегодняшний день уже утверждено 23 профессиональных стандарта, и эти сообщества используют именно для того, чтобы правильно сформулировать задачу на приеме сотрудника, чтобы не тратить потом ресурсы, время, средства на развитие квалификации у человека, которого уже приняли, а который просто сумел себя продать. Ему на это хватило компетенции. К сожалению, у нас поломалась не только система квалификации работников, но и система ожиданий работодателей. Тяжелые 90-е годы наложили свой отпечаток на эту ситуацию, и на сегодняшний день работодатель принял рынок таким, каким он его принял. И, к сожалению, только в организациях и предприятиях, которые имеют историческую перспективу своего развития, есть четкое понимание, что один квалифицированный работник с легкостью делает работу пяти неквалифицированных. И когда работодатель, да, конечно, мы завтра с системой внедрения профессиональных стандартов не решим проблемы квалификации на рынке, но когда работодатель поймет, что его оптимизация структуры численности персонала, дающая ему огромную экономию средств, потому что на сегодняшний день значительная часть российского бизнеса основным источником расходов имеет расходы на заработную плату. И когда мы поймем, что можно не делить функциональную деятельность человек-функция, а можно иметь одного высококвалифицированного универсального человека, который заберет 5-10 функций, но для этого он должен быть квалифицированным. Безусловно, перед каждым работодателем стоит задача операционной эффективности, которая может заключаться как в усовершенствовании бизнес-процессов, технологических процессов, так, собственно говоря, снижения издержек. И совершенно верно, более 50% — это фонд оплаты труда. В общем-то, как раз здесь выбора нет у работодателя. Он будет идти по пути оптимизации штатной численности за счет повышения качества своих специалистов. Что имеет у себя в качестве ресурса работодатель? Он имеет основные средства, фонды, ресурсы, и у него есть персонал. И персонал является единственным источником его добавочной стоимости. Все. Других нет источников. То, что делает персонал, то, что он реализует через свою квалификацию или компетенцию, стоит получается в итоге рубля. Но каким образом управлять этим ресурсом этими отдельно взятыми квалификациями? Здесь же вопрос, мы можем взять очень квалифицированных, отдельно взятых специалистов, но не связать их с сетевыми отношениями, не связать их с взаимодействием бизнес-процессов и не расставить их в соответствии с их талантами и квалификациями. То есть нужный человек, нужное время, в нужном месте. Но тоже не будет из этого эффекта. И на сегодняшний день, если мы будем говорить то, к чему мы ближе, это управление человеческими ресурсами, управление персоналом, то здесь возникает некий элемент перехода и переосмысления, тем ли занимались эти подразделения, как они тоже должны трансформироваться вслед за миром. Этот пересмотр идет и в западных компаниях, и переходит к нашим. Можно потом отдельно остановиться, что вызвало и почему этот переход осуществляется. Будет ли этот эффект и можно ли его измерить, во многом зависит от квалификации как раз самого управленческого персонала и в том числе его HR-составляющей. Насколько люди умеют пользоваться или научатся пользоваться этим инструментом. Я могу привести абсолютно к вопросу о практических примерах. У меня чудесная организация, она является таким классическим примером вот этих первых быстрых побед, но сейчас мы уже переходим ко второму этапу этой эффективности. Наши стандарты были утверждены в 2015 году, в 2014 году мы их разработали, в 2015 году они были утверждены. В 2017 году мы одномоментно сократили 12 тысяч человек. На сегодняшний день, то есть если в 2015 году численность организации была 143 тысячи человек, то сегодня она 116. Это очень простой эффект, да, очень простое измерение. При этом у нас добавились функции, причем на федеральном уровне у нас добавилось два больших федеральных проекта, в федеральных законах, в которых написано «без добавления численности». То есть за счет оптимизации структуры персонала, структуры рабочего времени, нормирования труда, используя квалификационные подходы к организации труда, мы получили возможность не только оптимизировать численностью структуры, но мы еще получили возможность взять на себя дополнительно две федеральные функции. Субтитры создавал DimaTorzok